Возвратные или ранневесенние заморозки в последнее время стали нормой. Не обошли они, к сожалению, и наш маленький садик, и наши яблони, груши и клубника, к сожалению, подмёрзли. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как помочь вашим растениям справиться с последствиями этих заморозков. Как бы мы не укрывали растения, всё равно есть риск, что они подмёрзнут. Где-то мы не успели, где-то заморозки пришли раньше, чем мы рассчитывали, и вот результат. Подмёрзшие цветки, подмёрзшая зависть, кора, молодые растущие побеги. А такие растения, которые пострадали от заморозков, становятся очень восприимчивы к болезням, к вредителям. И в целом у них резко падает иммунитет, они страдают. И сейчас я расскажу, как же именно вы им поможете. Первое, что вы должны сделать после того, как обнаружили вот эту неприглядную картину, это обработать биостимуляторами и адаптогенами. Сейчас их существует на рынке огромный выбор. Это Атоник Плюс, Белый Жемчуг, Антифриз, Эпин, Циркон, Фитовитал, Янтарин. Их основная задача, как они действуют, поднять жизненные силы растения, простимулировать дыхание, простимулировать фотосиндез, можно сказать, подстегнуть все эти процессы, которые проходят в клетках растения, чтобы они восстанавливались как можно быстрее, эффективнее. Что нужно сделать, как только вы увидели, что растения подмерзли? Мы берем биостимуляторы. Это может быть всем известный Эпин, Фитовитал, Циркон, Атоник Плюс, Белый Жемчуг, любой биостимулятор. Разводим согласно инструкции и обрабатываем свое растение. Главное условие – безветренная погода и положительные температуры. Желательно плюс 15-16 градусов. То есть выберите момент, когда будет тепло. Тогда все препараты, попав на листья, быстро впитаются и подействуют. Второй момент. Растениям после подмерзания однозначно нужна поддержка, но непростая. Иногда заморозки случаются на фоне сухой погоды, на фоне обезвоживания. И растениям в таком случае жизненно необходим полив, чтобы восстановить тургор. Если сухая почва, если почвы у вас тем более легкие. И третье. Многие сразу бросаются за подкормки. Я же советую подкормки сделать чуть позже, когда растение хоть немного разгонит свой обмен веществ и сможет воспринять подкормку правильно. И кормить здесь нужно будет только комплексными удобрениями по листу. Внекорневая подкормка, где обязательно должны быть азот, фосфор, калий и микроэлементы бор и цинк. Именно они стимулируют иммунитет, стимулируют устойчивость, помогают растению хорошо развиваться и восстанавливаться. И, наконец, азотная подкормка. Ее вы сделаете через неделю после того, как внесли в некорневую подкормку по листу. Это нужно для того, чтобы растение восстановило свои силы и начало активный рост именно на восстановление. Потому что подмерзание очень серьезно повреждают именно молодые ткани, притормаживают их рост. И растению нужно дополнительное питание, чтобы хорошо восстановиться. Вот это три основных момента, которые вы должны обязательно сделать, если ваши растения пострадали от подмерзания. И, наконец, последний момент, который чаще всего упускают садоводы-любители, когда помогают растению восстановиться после заморозков. Это защита от болезней и вредителей. Подмерзшее растение становится очень чувствительно и к вредителям, и к болезням. И здесь защита просто жизненно необходима. И в таком случае сенная палочка с гидрогуматами – это как раз нужный выбор. И защита биологически чистая, и подкормка. Таким образом, если вы выполните эти четыре простых пункта без стимуляторы, первые же дни, подкормка комплексными препаратами по листу с бором, с цинком в течение ближайших 3-5 дней, подкормка азотом через неделю-две после подкормки по листу и защита от болезней и вредителей, ваши деревья, ваши кустарники не просто восстановятся, а на следующий год отблагодарят вас хорошим урожаем и сохранят свое здоровье надолго. Ну а вам, конечно, я хочу пожелать здоровья, никогда не подмерзать, ну и смотреть наши ролики, подписываться, ставить лайки, давать свои предложения. С вами была Юлия Кондратенок и Процветок. До новых встреч на нашем канале. И никаких заморозков. Всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова